так друзья приближаемся к питомнику и смотрим что вырастил сергей мой лучший ученик сейчас посмотрим вы видите как мало продано почти ничего вот вижу что продана яблонька яблоньки сейчас такие я поднимаю на уровень головы вот это вот верхушка как раз в уровне моей головы вот они такие есть это яблоньки попробуйте найти среди них те которые вызывают подозрение как больные то что творится в округе такое подозрение что вам будет сложно их найти они вообще не найдете груши груши вот он грушевый питомник вот их это страшная болезнь пока не коснулась которая уничтожила по круге миллионы я бы ничего раз посмотрите на наши яблоньки которые на продажу вот груши все-таки сильнее испугались сырости сырая весна сырое лето сырая осень все прохладные но росли как хотели на них даже были груши кстати показать вам нам уже не удастся вот но кстати отношения к тоже разного них вот это вот они переросли и ой уже нашел ура вот она грушка вот эти я не привязывал видели сто раз говорю если сейчас отломить вот тут сюда пойдет мороз она должна упасть вот это место заживет если отломаете это место не заживет и это плодушка как минимум она зимой погибнет а может и начнется гибель вот всего вот этого поаккуратнее ребята хотите заготавливать фрукты вот поаккуратней здесь обламывать нельзя а если здесь обломать тогда долго не хранится кстати и уже едят прямо она бы может упала она как бы упирается обедку а там уже кто-то ее сладенькую ест ну пускай мне не жалко а рядом видите то есть она покрыта паршой частично вот я не смотрю какой эти название сортов а вот который парши не боится то есть такая же смотрите вообще не путайте эту ветку и убираю это с левой а с правой смотрите парши не боится вот это все вопросы не ко мне уже я делаю такую отчаянную невольную рекламную фильм легкий с легкой рекламой почему потому что все другие эту красоту никто не покупает посмотрите какой прекрасный саженец и вдруг что я вижу ее на яблони это сейчас только на яблони ни одно пятнышко это вот такой это такого климата чего тут нарисовал охрену разберешь то это же ну что ним любопытство такое что я не тут еще одна бирочка умру от любопытства вот совершенно чистое дерево ну-ка что же что-то такой который не поддался так ну все он мне кажется едет нет прочитать не смог ну что зарубка себе на память надо узнать ладно есть еще чистенькие вот они вот они вот они вот они видите вот яблони парши относятся гораздо суровее не дают ей разгуляться груши вот ладно смотрим дальше чистенькие смотрим чистенькие чистенькие здоровенькие совершенно вот эти высотой для себя ближе подойду тут склон метр семьдесят вот это двухлетки красавцы да вот маточный сад их никто не купил вот здесь ну то есть маточный сад был бы пожиже дело в том что никто не не покупает систон сида кто ему даст вот это для меня шок потому что с каждым годом продажа идет все хуже но люди предпочитают два купить на рынке стопроцентная помните под музыку под реквием показывал вам что выросла за четыре года половина мертвая вторая половина до метра за четыре года и вот смотрите маточный сад получился поневоле некоторые прям горшках вот так и растут поверите хорошо что в горшках нищие большие дырки вот вот это получился маточный сад и здесь же саженцы на продажу так идем дальше впереди зима главная сенсация мировая одна из главных мировых что здесь сибири где температура пускай до 40 а каждая в среднем 5 лет до 40 вот конечно не самый суровый сибирский все-таки юг сибири и все равно все равно это сенсация так это слива желтеет ей пора не подумайте что больная абрикосы как стояли зеленые так и стоят вот посмотрите сколько у него купили там где увидите ямки купили 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 а это были посадка специально пока же она была сделана недели две назад сильнейший обрезка так принято это сад железо питомник железо вот и видите да и за месяц когда началась продажа середина августа почти ничего не куплено вот еще то что вы видите вот ямка свежая вот ямка свежая это считайте ничего а эти да эти были подсажены сильнейший обрезкой птичьи последние две недели для чего весной они будут уже привиты ладно давайте полюбуемся еще вот переход маточный сад смотрите туда уже не пойду на третий год плодоношение а вот еще это на этой были плоды вот фотография предъявлял и поиски и фильм делал так что без обмана вот этому четвертый год это баи у меня таких несколько вот а для чем мы здесь стоим видите вот этот грушу вот эту у нас не купили вот смотрите касается и у нас не купили она теперь переросла и она будет уничтожена что я не болтун я сейчас покажу что это действительно будет уничтожено иначе ее просто вот этот вот огромный абрикос который превосходит в 10 раз по объему крона просто задушить такова действительность еще сейчас я не поздно продать если сергей кого-нибудь продаст так как-то будет выглядеть вот здесь вот будет обрезка показываю вот так если видно я сам себе режиссер вот смотрите то есть будет убрано 80 процентов кроны тогда у нее шанс прижиться почему и не приживается рыночная сто раз говорил понятие обрезки кроны предпродать при предпродажной подготовки не существует рыночных саженцев а еще точнее вообще никакой предпродажи подготовки и не бывает вот смотрите здоровенный абрикос и рядом вот эта игрушка вода не оттуда взял вот а это пусть остается покупатели от раз там еще две игрушки или 3 висит на деревне но без обмана видишь купят вот так вот почему я говорю что это все никому надо уже убедились да а вот еще убеждение захожу прикупленный участок по инерции все еще забор не убираем это чисто российское качество лишний забор не мешает вот они сейчас увидите убрал здесь было несколько мешков набитых абрикосовыми сеянцами жалко убрал хотел еще показать видимо брал чтобы на нервы не действовал абрикосы уже перероски уже весной часть из них будет уничтожена принцип тоже не нужны вот сейчас посмотрим в чем тут натворил посмотрим 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 вот здесь вот показаны раз фотографии также были посажены пересажены пусту эти ой господи манжурские абрикосы сильной обрезкой там оставалось то что по пол колена высотой и привитие за одно лето за одно лето смотрите внимательно я поднял над головой лето было хорошее поливать не пришлось вообще вот это все за одно лето это прививки этого года любуйтесь еще качество вы видите зимует на морозе если весной к ней привить значит топор все вот такие дела поднял на вытянутый руки стал на цепочки видеть вот что мы имеем и никому не нужно все равно нет вместо одного саженца железа куплю два на рынке пусть они оба умрут зато душу греет что рыночный стоит пятьсот или шестьсот рублей а еще интересно питомники с прекрасным это я возвращаюсь обратно потихонечку питомники с прекрасными фотографиями только из интернета фотографии предлагают абрикосы уже не по тысячу как было двести тысячу пятьсот не по тысячи а это может быть я виноват что ты сколько людей я научил посмотрите фотографии убедитесь что они не не это не имеют маточного сада фотографии украдены с интернета или мягко говоря присвоены и цены уже упали 500 400 300 250 200 и когда вам предлагают абрикос за 150 рублей а там это а еще он оказывается что он еще и привитая как а якобы но тут все тут уже дуреть приходится вот так вот посмотрели абрикосовый сад грушевый яблоневый до сливого уже нет здоровья дойти сейчас буду заканчивать забьет фильм на 2 на на все помочь угостить это забор уже как бы символически это я перешел на эту сторону банана яблочки висят видите это у нас поджиматься сад только я перешел забор который когда-то дел но все покажу вам в этом году опорты алматинские очень мелкие вот так в этом году все мелко но я это связываю с этим солнца было мало мало было всего очень мало было тепла два раза измельчали еще покажу где то что у меня есть два раза измельчали слава мичуринска прекраснейший сорт кушать можно не только можно но и нужно вот он видите какой а то что мелкий я это переживу я не такое переживал ну все обход закончен вот еще раз говорю я сейчас наверное есть такой сайт или блок током сам не знаю называется называется наряд домашнее хозяйство по моему марина жмакова блогерша популярная она дружит с блогом где еще более популярным по крайней мере более раскрученным и я наверно если она согласится передать этот фильм тот блок где 200 тысяч может какую-то роли сыграет полезно все друзья свидание благодарю а вот 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 отсюда видно что как прямо питомники наносит яблони были абрикосы но уже нету время ушло и так знакомьтесь еще раз это ранняя осень это не просто питомники он называется качующий вот там где вы видите мощные деревья это он был питомник вот они это он был и он был оттуда выдавлен брод более росыми собратьям вот как здесь вот видите хотите пример вот прям перед нами вот он ему повезло его не купили он остался навсегда но не пересаженные абрикосы и вообще любая не пересаж деревья не максимально здоровы и вытесняет эту мелочь еще немного вы уже видели питомник который несколько минутами раньше это уже отсюда было вытеснено туда ну а дальше никуда дальше под не купят топор а расширяться некуда в стране земли нет даже для уникального самого морозоцикова мире и северных питомников который единственный северян северной руси си и урала сибири и дальнего востока зимует на морозе приходит весна земля тает на штык два лопаты начинается купля-продажа максимально рано или сейчас осенью если с листьями максимальная обрезка если лист упадет обрезка уже будет более щадящая потому что без листьев другие совсем условия перезимовки все друзья до свидания вот все на это самое на штурм питомника железного и и